Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своими фаворитами. Это будут фавориты зимы. Их не так много, потому что зимой как-то, не знаю, я не пользовалась особо ничем таким. Я выкладывала фотографию с этими фаворитами в инстаграм и в группе вконтакте. Начну я с продукта, который уже практически закончился. Это блеск для губ от Reluie Fashion Clothes. Это блеск для губ с зеркальным эффектом. Он такой вот в упаковке немного розоватый, но на губах он совсем прозрачный. Я могу показать сводч на руке, но, конечно же, это не губы. Не знаю, видно будет вам или нет. В общем, он совсем прозрачный. Ложится таким гелевым финишем действительно. И мне очень нравилось его использовать зимой, так как зимой особо не хочется ничего яркого. Во всяком случае, мне не хотелось. Я знаю девчонок, которые этой зимой буквально красные оттенки помад, бордовые. Я не особо это любила и могу сказать, что вот этот вот блеск просто был мой мастхев. И, в принципе, останется им. Аналогов, конечно, дофига такому блеску. Блеск в тоне номер 10. Соблазн Бали. Я, в принципе, если, наверное, найду его, то куплю. Если нет, найду замену. Но вот такие прозрачные блески очень помогают в моменты, когда не хочется ничего такого мазюкать из помад. И они по текстуре тяжелее, чем блески. И есть блески, которые с какими-то пигментами, либо очень жирные. И они очень бесят, когда ты их ощущаешь на губах. Вот это вот беспроигрышный вариант. Так как он легкий, он не навязчивый, он подходит под любой, в принципе, макияж. Конечно, не смоки там, супер вау. Но под какой-то вот стандартный макияж, пусть даже в разных оттенках он подойдет. Запах у него, кстати, тоже очень приятный. Такой ванильный, наверное, какой-то вот печенюшками пахнет. Еще я зимой очень любила использовать вот такой вот консилер под глаза от Ariflame. Он у меня идет в медиум оттенки. Это консилер от Studio Art. Раньше была такая серия у них. По-моему, сейчас она у них по распродаже там, именно в распродажном этом каталоге. Либо ее уже нет. Есть ему аналогичный продукт и также из Ariflame. Это консилер The One. Не помню точно его название, но вот консилер The One очень похож по текстуре и по его легкости. При нанесении он очень легко наносится. Такой, знаете, очень жидкий, очень легкий, но тем не менее очень увлажняющий. Я почему его любила зимой использовать, так как на лето он слишком жирнил мои веки нижние, либо область под глазами. И мне это не очень нравилось. Получается, он за счет этого скатывался быстрее. В общем, у меня эта зона блестела, выглядела жирной, как ни странно. На зимний период, хотя он и легкий, но на зимний период, если вы наносите плотный крем перед выходом на улицу, именно под глаза крем, и наносите сверху вот этот консилер в два, там в три слоя, в зависимости от того, допустим, у меня, какие у меня синяки под глазами. Если сильные, то там три слоя могу нанести, если, конечно, не очень сильные, если я выспалась и питаюсь хорошо, и все мне нормально, все, я успеваю. В общем, все в моей жизни идеально в этот период, то тогда даже одного слоя хватает. Я им пользовалась как осенью, так зимой, и вот сейчас, начало весны я им пользуюсь. Здесь 10 мл, и хватает его на нереально долгое время, так что советую. Да, еще хотела сравнить его немножко с вот этим консилером. Да, они, конечно, разные по текстуре, но они оба жидкие. И почему я раньше, допустим, любила этот, так как он на лето, так как он подсушивает немножко область под глазами, и поплотнее по текстуре, чем от Ари Флейм. Этот, кстати, если я не сказала, от Эвелин. Я хотела сказать, что от Эвелин не подходил на лето больше. Это оттенок, конечно, не такой, на лето я пятеркой пользовалась, шестеркой, четверкой я пользовалась зимой. И зимой вот она мне не нравилась. Я искала что-то вот такое увлажняющее, как вот от Ари Флейм. Я просто Ари Флейм не пользовала раньше зимой, пользовала летом, повторюсь, и он скатывался. Он очень жирнил эту область под глазами, и мне не нравился за счет этого. Попробовав его зимой, я, конечно, была в восторге. Но если вы пользуетесь консилером от Эвелин, либо хотите его приобрести, знайте, что на зиму он не подходит даже на жирную кожу. Вот этот консилер, он все-таки подсушивает область под глазами. Многие, понятное дело, подсушивают область под глазами, многие консилеры. Но в период, когда у вас прям нехватка влаги в этой области, то он вообще иссушает ее. Поэтому либо ее нужно очень сильно увлажнять на ночь хотя бы какими-то маслами. Тогда будет все хорошо. Либо очень питательными кремами нужно пользоваться. Еще я очень обожала зимой вот такие вот бальзамы, вернее масло. Почему я их бальзамами называю, не знаю. Масло для губ у меня был с карамелью. Вот за зиму я его допользовала. Я приобретала еще зимой вот такой вот ванильный. Как вы видите, он у меня совсем полный. Я его чуть-чуть попользовала и прекратила использование. Так как у меня карамельного было там меньше, наверное, пол баночки. Я решила его просто допользовать, так как он протухнет у меня. Так как он у меня уже довольно-таки давно. И я не хотела, чтобы он протух. Пока я буду пользоваться вот этим. У этого очень такой ярко выраженный аромат ванили. Запахи у них суперские. Я вот открыла бутылек и все. И запах прям на всю комнату. Не знаю, это прям ароматерапия какая-то. В общем, любила этот бальзам. И люблю, и буду любить, наверное. Еще хочу с клубникой попробовать. По-моему, да, он с клубникой идет. Либо с малиной. Точно не помню. В общем, хочу его попробовать. Но пока не приобретаю. Потому что очень много всего. Ну и перейдем, конечно, к следующей вещи, которая мне очень нравилась. Это вот такая вещь. Это хайлайтер от ELF. Я заказывала уже давно через интернет. Он идет в стике. Выглядит вот таким вот образом. Его, да, так вот мало, в принципе, и было изначально. Я также выкладывала фотографии в инстаграм. Как он выглядит. Какое он свечение дает. Суперский такой влажный эффект. Почему он мне нравится? Потому что он дает мокрый эффект. И летом я, в принципе, им не так пользуюсь. Я пользуюсь больше сухим хайлайтером. Этот у меня обычно лежит в косметичке, в сумке, для того, чтобы... В принципе, я его ношу с собой для того, чтобы просто поправлять в течение дня. Либо добавлять его. Бывает пересушенное лицо, шелушение. И еще больше сухих текстур на лице. Еще больше подчеркивают шелушение. Делают кожу сухой. И это не очень клево. Я предпочитаю на зиму, даже для своей жирнящейся кожи, я предпочитаю вот такие вот, да, кремовые текстуры. И еще, что я очень полюбила зимой, это вот такой вот CC-крем от Lumine. Очень его любила. Мне он очень нравился. Сейчас он, конечно, стал как-то чуть светлее для меня. Так как уже, в принципе, весна. Я не знаю, от чего это зависит. Может, кожа сама у меня перестраивается как-то. Хотя загорать я нигде еще не загорала. Клубик он у меня уже давно, в принципе, больше чуть полгода. И, может быть, из-за того, что он у меня давно, он немножко окислился, может быть. В общем, довольна им, довольна его текстурой, довольна тем, что у него есть вот такой вот дозатор, в принципе, носик. Хорошее средство. Это, я не знаю, это бестселлер Ютьюба. Все его перепробовали. Все им пользуются. Я не исключение. Это, в принципе, все мои фавориты. Расскажите, какие фавориты есть у вас, либо были у вас зимой. Может быть, какие-то есть продукты, которыми вы пользуетесь и которые радуют вас. Я буду рада, если вы мне их тоже посоветуете. Надеюсь, видео вам понравилось. И всем спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.